Мухаммед Али занимался самой явной саморекламой за всю историю спорта. Он постоянно говорил, что он лучший. Можно подумать, что его уверенность в себе может быть истолкована как высокомерие. Но вместе с тем Али был одним из самых любимых спортивных кумиров, которых мы когда-либо знали. Сегодня мы рассмотрим, что делал его таким значимым человеком, и каким образом он был настолько уверен в себе, не проявляя при этом высокомерие, а также как мы можем влиять на людей вокруг нас, так же, как это делал он. Первое, что стоит отметить о Мухаммеде Али, это то, что он мог использовать оскорбление как не то другой. Али постоянно говорил о том, что он может оселить любого соперника, что он обычно иди. Но вы никогда бы не услышали, что он говорит, я уважаю его талант, но я очень много тренировался, и я думаю, что я смогу одержать победу. Он всегда просто-напросто говорил, что его соперник слабак, и что он потерпит неудачу. Безусловно, это уже настраивает на то, чтобы считать его высокомерным. Но тем не менее, Али продолжал высказываться подобным образом, и при этом все равно нравился людям. И прежде всего это происходило, потому что его уверенность всегда была настоящей, а высокомерие наиграно. И было довольно очевидным, что он шутит, когда делал подобные глупые и смешные высказывания, как это. Рифмы, чрезмерная самонадеянность, юмор, все это позволяло людям понять, что это все игра. Мы же понимаем, что Али не думал, что он действительно попадет в тюрьму, или что он двигается быстрее молнии. И из-за того, что мы видим, что он в какой-то мере шутит, мы прощаем ему его бахвальство. Итак, суть в том, что если вы собираетесь высказывать самонадеянность, то это все не будет неприятно для других, если вы будете преувеличивать. Если вы будете преувеличивать настолько, что это будет вызывать смех, то ваше самовосхваление, наоборот, будет вызывать у других симпатию. Подобную технику часто использует Кевин Харт. Видите, это пример того, как преувеличенное хвастовство заставляет вас нравиться людям. И так же было и с Али. Но чтобы прояснить слова, неподтвержденные делом, это пустая трата времени. Огромная доля харизмы Мохаммеда Али исходила из того, что он обладал просто невероятным талантом. Он подтверждал то, о чем он говорил. Посмотрите, насколько он был хорош. Али был настолько хорош, что иногда казалось, что он обладает просто нечеловеческими способностями. Если вы хотите похвалиться перед другими, помните о том, что нужно преувеличивать, пока все это не перейдет в шутку. Но если вы хотите показать искреннюю уверенность, которая вдохновляет людей, то убедитесь в том, что вы можете подтвердить это делом. Али был настолько же хорош, насколько он показывал свою уверенность в этом. Но это далеко не все, что можно о нем сказать. Он также умел брать на себя лидерство во взаимодействии с другими. Посмотрите, как он абсолютно игнорирует журналиста, говоря одну из самых своих знаменитых цитат. Казалось бы, подобное взаимодействие не такое уж и значительное. Но подобное случалось постоянно, и это очень важно. Это столкновение фреймов. Мы уже говорили об этом в видео о Тирионе. Если хотите, можете его посмотреть. Но здесь фрейм Али указывает на то, что говорит он. Фрейм журналиста указывает на то, что Али должен слушать его, когда он задает вопрос. Происходит столкновение двух разных фреймов, и Али, как обычно, одерживает верх. Победителем подобного столкновения будет тот, кто больше верит в свой фрейм. Но заметьте характерные особенности того, как это проявляется. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на три вещи. Первое, то, что Али не смотрит на журналиста, а тот, в свою очередь, смотрит на Али. Второе, то, что Али не отвечает на реплики журналиста, в то время как тот отвечает на реплики Али. И третье, то, как журналист физически пытается вытянуть Али к себе, но тот не сдвигается с места. У Али ушло буквально 8 секунд на то, чтобы выйти победителем в этом столкновении фреймов. И подобные столкновения происходят с вами постоянно в течение дня в совершенно различных формах. И стоит отметить, что Мохаммед Али всегда непреклонно придерживался своей манеры поведения. И когда мы наблюдаем подобную веру в себя, мы всегда непроизвольно чувствуем уважение. Вот еще один пример, который будет вам интересен. Здесь они используют два разных способа рукопожатия. Отметьте, как Али придерживается своего фрейма до конца. Али не строит из себя сволочного человека. На самом деле, на протяжении всего интервью он был довольно-таки приятным собеседником. Но он просто привык брать на себя лидерство. Понаблюдайте в своей собственной жизни. Даже если это проявляется незначительно, кому вы идете на уступки и над кем вы берете верх. Это довольно очевидный показатель того, кто является лидером в любых отношениях. Нет ничего плохого в том, чтобы быть ведомым время от времени. Но в определенных ситуациях, как, например, реклама, собеседование и даже свидание, вы, скорее всего, захотите быть лидером. Так что выбранная манера поведения будет играть важную роль. Али был настолько уверен в себе, что совершенно не боялся быть настоящим. Вроде бы не такое это и большое дело, но правда в том, что большинство людей испытывают большой страх перед тем, что остальные о них подумают, если они будут абсолютно искренними. Вы когда-нибудь в процессе диалога притворялись, что вы знаете то, чего на самом деле не знаете? Просто, чтобы не казаться глупым. Посмотрите, как Али ведет себя в подобной ситуации. Признание того, что вы не знаете что-либо, в особенности, если хотите, чтобы вас считали образованным, требует серьезных усилий. В этом проявляется лидерство и смелость. Опять же, вы когда-нибудь отмалчивались, когда вы были не согласны с тем, что кто-то говорил вам, что вы совершаете ошибку. Посмотрите, как с этим справляется Али. Именно это, наравне с его способностями в боксе, сделало Мухаммеда Али кумиром. Соглашаетесь или не соглашаетесь вы с ним, но вы всегда знаете, за что он борется. Вы всегда точно знаете, что он чувствует, потому что он говорит об этом прямо в лицо. Эта неприкрытая искренность притягивает людей как магнит, потому что она показывает, что в отличие от многих других, Али не боится последствий правды. Послушайте, как он говорит о своем отказе присоединиться к войне во Вьетнаме. Если вы не знаете предыстории, Али отказался участвовать в войне во Вьетнаме по религиозным причинам, поскольку он был мусульманином. При этом учтите, что он был черным мусульманином в Америке 60-х годов, а это очень многого стоит. Вы можете не соглашаться с его религиозными убеждениями или с тем, что он отказался участвовать в войне во Вьетнаме. Но когда вы видите, насколько человек стоит на своем, обращаясь к властям и к обществу в целом, а война во Вьетнаме поддерживалась очень многими, вы поневоле испытываете уважение к его приверженности своим взглядам. Очень многие люди привыкли следовать общественным нормам, куда бы они ни вели. И когда кто-либо остается верен своим взглядам, хотя это может привести к не самым приятным последствиям, нам начинает нравиться его смелость. Так что если вы хотите вынести что-то из этого видео, сделайте следующее. Подумайте о чем-либо, во что вы верите, и что вы, возможно, скрываете от других, и перестаньте это скрывать. Вам не нужно навязывать другим свои взгляды, но вам нужно стоять на том, во что вы верите, даже если это вызывает дискомфорт. Вам может показаться, что это оттолкнет вас от других, но, честно говоря, это один из лучших способов укрепить веру в себя и развить в себе харизму. Если вам интересно, что еще поможет вам развить свою харизму, вы можете узнать о четырех вещах, которые помогут вам оставлять великолепное первое впечатление о себе. И, к сожалению, многие люди не умеют этого делать. Они совершают ошибку в порядке применения этих четырех вещей и терпят неудачу. Так что если вам интересно, что это за четыре вещи и как избежать ошибку в их применении, вы можете посмотреть еще одно видео, кликнув по ссылке. Вы попадете на другую страницу, где можно оставить свой e-mail, и вы сможете правильно использовать эти эмоции всю оставшуюся жизнь. Если вам понравилось это видео, и вы хотите всегда быть в курсе, когда появляются новые, то подписывайтесь на наш канал, и тогда вы будете нас видеть на главной странице каждую неделю. И не нужно будет беспокоиться, что вы что-то пропустите. Так что жмите на кнопку, и вы сможете найти новые разборы харизмы, а также множество обучающих видео по развитию харизмы и уверенности в себе. Если у вас есть какие-либо пожелания, оставляйте комментарии внизу. Очень многие предлагали сделать разбор Мухаммеда Али, и я очень рад, что наконец-то нашел время сделать, потому что он просто великолепен. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и увидимся с вами в следующем.